Один ученый в Соединенных Штатах изучал влияние каннабиса на человеческое сознание. Почти 18 лет правительство США выдавало ему по 30 килограммов марихуаны в год для экспериментов. За эти 18 лет он не добился никаких результатов. Когда в конце 80-х ситуация с наркотиками стала ухудшаться, квоту на выдачу этих 30 килограммов отменили. Так не пойдет. Мы не знаем, на что уходят эти 30 килограммов, потому что вы ничего не добились. Он пытался объяснить, что провел очень большую работу, но пока еще не сделал выводы. Но ему ответили «так не пойдет» и отменили квоту на марихуану. Поэтому он перебрался в Израиль. Израильское правительство оценило его работу. Они решили выдавать ему также по 30 килограммов марихуаны в год в течение еще 6-8 лет. В итоге он пришел к определенному выводу. Он представил доказательства того, что в человеческом мозге, в каждом человеческом мозге, существуют миллионы рецепторов каннабиса. Появилась такая информация, что с ней делать они не знали. Они поделились ею, предоставили эти данные антропологам, физиологам, неврологам и разным другим специалистам. В человеческом мозге существуют миллионы рецепторов каннабиса. Чем это объяснить? Как? Почему? Антропологи предположили, что в какой-то момент истории все курили. Чего не может быть, потому что во многих частях мира марихуана даже не растет. Появлялись разного рода объяснения, но ничего конкретного. Затем неврологи, после примерно 2,5 лет изучения этого феномена на разных уровнях, пришли к выводу, что когда человек находится в определенном состоянии, его организм сам производит необходимые химические вещества, которых эти рецепторы ждут. Таким образом, эти миллионы рецепторов каннабиса ждут, когда вы произведете каннабис. Те, кто его не могут произвести, пытаются привнести его извне и вредят своему организму. Посмотрите на меня. Я всегда в состоянии блаженства. Посмотрите в мои глаза и увидите, что я опьянен. Я никогда не принимал никаких веществ, но я всегда под кайфом, потому что моя система производит их. В Индии, в юргических системах, всегда уделялось огромное внимание шишковидной железе. Вы слышали о шишковидной железе? Долгое время современная медицина практически игнорировала ее. Говорили, что в нашем теле очень много всего, что не представляет интереса, потому что не касается ежедневных проблем со здоровьем. На сегодняшний день их максимальное достижение в том, что они начинают говорить, что если секреция шишковидной железы активна, то у вас не будет перепадов настроения. Дело не в этом. Существует целая система йоги для активизации шишковидной железы. Если вы активизируете ее, если ее секреция будет протекать на достаточном уровне, вы будете пребывать в экстазе каждое мгновение своей жизни. Каждая клетка вашего тела будет постоянно взрываться экстазом. В таком состоянии неважно, едите вы или нет, спите вы или нет, ничто не имеет значения, потому что вы в блаженстве. В таком состоянии все происходит без усилий. Ничто просто не имеет значения. Вы можете функционировать наилучшим образом, потому что вы способны максимально эффективно использовать свое тело и ум. Этому есть достаточно медицинских доказательств. Только находясь в максимальной степени блаженства, вы можете использовать свое тело и ум в полной мере. Вы сможете исследовать весь потенциал тела и ума, только если будете пребывать на устойчивом уровне блаженства внутри себя. В противном случае вы сами по себе будете проблемой. Пока вы сами являетесь для себя проблемой, у вас ничего не выйдет. Что бы ни пытался сделать человек, пойти в храм, пойти в бар, отправиться в рай, вот к чему все стремятся, не так ли? Разве не так? Разве не в этом причина того, почему человек пьет, молится, принимает наркотики, и почему он думает, что хочет попасть в рай? Он хочет, чтобы с ним произошло нечто большее, не так ли? Посмотрите на это просто. Что-то большее произойдет только в том случае, если ваше восприятие улучшится, не иначе. Это так? Таким образом, вся система йоги направлена только на расширение вашего восприятия. Если ваше восприятие станет шире, вам не придется искать чего-то большего. Это будет происходить в таких масштабах, что нужно будет научиться справляться с этим. Произойдет нечто значительное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok